Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено очередному апдейту по моему Project Pen. К сожалению, не каждый месяц у меня получилось это делать, но вы сказали, что вам все равно интересно, поэтому я выполняю ваши желания. И первое, о чем я расскажу, это тональный крем от Maybelline Urban Dream Cover. Я честно верю, что у него осталось не так много применений, может быть, 5-10, потому что, ну, как бы уже чувствуется, что почти пустой этот тюбик. По упаковке, конечно, абсолютно непонятно, но, да, я надеюсь, что в очень ближайшее время я его закончу. Далее у меня по списку еще один продукт, который помогает с покрытием кожи. Все, кстати, эти продукты почти сегодня у меня на коже на лице. И это консилер от Max Factor Radiant Lift в оттенке Zero Fair. Опять-таки, домучиваю его. То есть, мне нужно прям вот выдавливать какую-то там буквально секунду, чтобы продукт вышел из вот этой вот подушечки сверху. Поэтому мне кажется, что тоже не так много осталось его. Следующий продукт, который я официально буду считать законченным, это жидкий румяна от Bourjois Healthy Mix в оттенке Apricot. То, что у меня сегодня на коже очень много румян, потому что мне уже хотелось выдавить до последней капли. Мне уже приходится очень долго выдавливать, чтобы что-то появилось вот в этой части прозрачной, пластиковой. И он уже начинает брызгать. Ну и как бы мне показалось, что я выдавила все. Поэтому буду считать его законченным. Можете заметить, что у меня здесь есть такие пара каких-то ярких пятнышек на одной еще. Это вот эти румяна, они достаточно сильно подчеркивают, если у вас есть какие-то сухие участки кожи, они прям хватаются за них. Поэтому, да, я даже не знаю, сейчас можно найти этот продукт у нас или нет, но Bourjois в любом случае тестировать на животных, поэтому я его больше покупать не буду. Но я довольна, это была такая моя единственные такие прям оранжевые румяна. И да, я довольна, что я их смогла закончить. Еще один продукт, который я закончила, я уже вам о нем говорила, это мини-тушь от Rare Beauty. Все, она уже высохла. И да, я рада, что я закончила. Далее у меня пудра от Maybelline Fit Me Matte and Poreless в оттенке 105. Это единственная пудра, которую я сейчас использую, поэтому надеюсь, что будет заметен прогресс. Но я сейчас использую ее, кунаю туда спонж, чтобы закрепить консилер под глазами. И мне кажется, что вот склон как бы тоже становится более крутым, даже если сама вот эта панель не увеличивается. И еще один продукт, который я закончила, смотрите, как много у меня результатов. Это гель для бровей от Catrice Brow Colorist. Не самый мой, не самый мой любимый тушь для бровей. Я бы сказала, что я даже не нашла еще свою любимую. Но у нее достаточно удобная вот такая вот маленькая щеточка была. И когда я провожу уже, практически ничего не появляется, разве что на самом конце можно иногда что-то словить. Но, да, я думаю, что можно уже считать, что это все. И я снова не куплю Catrice, вот этот продукт, потому что, хотя Catrice не тестируется на животных, но я бы не сказала, что мне нравится этот тушь. Во-первых, оттенок для меня слишком теплый. Это вот остатки сегодня у меня на бровях, но там совсем чуть-чуть. И она как-то не закрепляет особо, то есть мне все равно нужно поверх еще чем-то закрепить. Так что я рада, что я закончила. И пара продуктов, которые придут на замену тем, которые я закончила. Первое, это румяна. От H&M, в оттенке Rosy Brown. Сейчас, по-моему, уже у нас H&M, не найти уже, не говоря об их косметике. Очень-очень старый продукт, но я надеюсь, что с ним все в порядке. Это пудровый румяна. Так вот, у них замечательный, очень, мне кажется, осенний винный оттенок румян. Я очень-очень их люблю, и мне кажется, что вот есть такое место, где как бы такая ямка определенная есть. Так что посмотрим. Ну и мне нравится, не знаю, сама упаковка. Так что, да, попробую. Посмотрим, как пройдет у меня процесс с этими румянами. И на замену туши от Catrice я возьму Essence Make Me Brow. Тоже далеко не мой любимый фаворит. И на самом деле, мне кажется, что оно уже тоже скоро должно закончиться. Вот такой вот у нее тюбик. Щеточка поменьше. Другой формы, чем от Catrice. И не такой теплый оттенок. Вот, ну тут еще достаточно и много продукта есть. Этот тушь тоже не закрепляет брови, по крайней мере, мои. Чисто придает им такой оттенок и заполняет их немножко. Вот такое у меня получилось видео-опдейт по Project Pen. Надеюсь, что вам было интересно. И до скорых встреч. Пока!